Со звона Корабельной Рынды начинается путешествие в прошлые городца маленького городка на Великой Русской реке. И это не случайно. В селе издавна жили судовых дел мастера, о двух умельцах изготовителей якорей Петр I даже приглашал в столицу, для того, чтобы они поделились секретами ремесла. И эта экспозиция «Волга и ее друженьки» в музее городец на Волге рассказывает и о речных промыслах городчан, и о тех высотах, которые они достигли своим трудом и усердием. К примеру, расшивы, сделанные на городецких верфях, которые перевозили хлеб и другие ярмарочные товары по всей Волге, узнавали с первого взгляда. А еще они славились отменным качеством. Они отличались легкостью хода и красиво были украшены по верхнему борту глухой резьбой с раскраской. Тем самым мы отличались и даже замечали, что идет, едет именно городецкий купец на своей расшиве. Издалека она была заметна. Мы считались центром городецкого судостроения. Расшивы, баржи, беляны – эти и другие суда, которые изготавливали в округе городца, прославили фамилии городецких купцов-судовладельцев – Дерюгиных, Лапшиных, Облаевых и многих других. А этот макет дебаркадера примечателен еще и тем, что напоминает речной причал, который был увековечен режиссером Эльдаром Рязановым в кинофильме «Жестокий романс». Интересная история и этого эксклюзивного экспоната – одного из двух миниатюр пассажирского колесного парохода боржевого мастера Сергея Чечерина. Ему более 105 лет. Оба макета под 2 метра, представьте себе, украсил и разместил на карнизе своего дома. Конечно же, все приходились, любовались этими макетами, ребятня особенно, и местные жители. И казалось, что пароходы дадут прощальные свистки, плывут по воздуху, а потом по Волге. И даже не поплывут, а побегут, потому что про колесные пароходы именно так и говорили. Они бегут, когда плиться колес, шлепли по воде, создавалось впечатление, что пароход бежит. И еще один уникальный экспонат – фотографии начала 20 века, где до мельчайших подробностей видны улицы и храмы городца, его жители и то, как широка Волга по весне. Время половодья оно всегда давало работу бурлакам, которых в городце было немало. Среди них можно встретить и женщин. О суровом быте, любимой песней «Эй, охнем», иерархии в бурлатской артели и нелегком труде рассказывает эта небольшая инсталляция. Взявшись за лямку с грузом 40 килограммов, здесь можно даже примерить на себя роль главного труженика Волги. А работали они по 18 часов. Представьте себе, чтобы дотянуть расшиву ко времени, нужно было впрягаться в полную силу. Спали всего по 2-3 часа. До 20 пар лаптей они изнашивали, идя по большой путине. История Волги – это, конечно, и легенды о ее рыбных богатствах. Когда-то по весне в половоде грачане корзиной зачерпывали воду, и оставшимся в ней уловом можно было накормить большую семью. Не зря в народе Великую Русскую реку называли матушкой-кормилицей, родной. А она не только кормила. Дарила творческое вдохновение и прославляла маленький городок на всю Россию. Ольга Соловьева, Евгений Прокофьев. Городец ТВ. Специально для Время новостей.